Главный документ под Новый год. Лучший подарок для этих ребят. Ведь с этого момента они стали по-настоящему взрослыми. Алина Данилина давно мечтает стать дизайнером интерьера и паспорт существенно расширит ее возможности. Хочу уже поскорее устроиться на работу и иметь свою банковскую карточку. А зачем тебе банковская карточка? Ну некоторые вещи я могу просто сама съездить, купить, не спрашивая родителей. А денежки-то они же тебе будут причислять? Ну это я буду их просить и зарабатывать. Я буду уже своим трудом все-таки. Это будут мои сбережения, которые я потрачу со смыслом. Анатолий тоже поскорее хочет стать самостоятельным и платежеспособным. Уже подыскал подработку. Уверен, что паспорт нужно получать именно так, торжественно. Ведь такое событие происходит раз в жизни и этот раз больше не повторится. Мне очень понравилось вручение, особенно этот новый проект. Это очень классная на самом деле идея. А собираюсь реализовывать после получения паспорта сегодняшнего. Я собираюсь, наверное, вклад открыть новый в банки, получить банковскую карту, получить подработку какую-нибудь новую. Ну и найти права, в которой у меня новый есть. А еще Анатолий будущий историк. Это любимый школьный предмет. И подарок главы округа книга об истории государства российского пришлась как нельзя кстати. Это очень полезный подарок. За ту историю лучше знать буду. Также ребята получили обложку для нового паспорта, море положительных эмоций и напутственные слова от главы округа. Я уверен, что вы вырастете законопослушными гражданами Российской Федерации. Хочу, чтобы вы берегли свою страну, берегли свою родину и никогда не забывали, что вы являетесь частью огромного народа с великой историей. Берегите паспорт. Вам, конечно, если не дай бог что-то произойдет с ним, вам выдадут новый, но все-таки паспорт, как я уже сказал, это основной ваш документ жизни. Хочется верить, что все права и обязанности, которые ребята получили с новым паспортом помогут им стать достойными гражданами нашей страны и принести пользу обществу. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.